Это видео может содержать много мата, критических суждений и прочей фигни, которая способна травмировать излишне чувствительного зрителя. Если вы из таких, закройте вкладочку браузера. Или не выносите мне потом мозги. Поехали! Всем привет, чумбы! С вами Клим, и в моих руках новый PlayStation VR 2 адаптер для подключения к компьютеру. Еще давно в своем обзоре на PlayStation VR 2 я говорил, что скорее всего появится какой-то мод или еще что для подключения этой штуковины к компьютеру. Мод, конечно, и появился, и работал он только технически по Type-C разъему через видеокарты, но, к моему даже удивлению, Sony решили официально это все адаптировать, и адаптировали это довольно-таки классно. И в этом ролике я вам об этом расскажу. Погнали! Мод, это ты с кем там целуешься? Эй, я, конечно, все понимаю, но ты батю тоже впусти, но старый пожилой человек, нужно уважать. А? Да я это, озвучиваю другу звуки поцелуев для игры. А, ну ладно, ну тогда записывай так, чтобы, ну, девочки все текли, как минимум, да. Ты такой горячий. PlayStation VR 2 вышел в 23-м году, и я являюсь его обладателем со старта продаж, и за это время я поиграл десятки игр на PlayStation 5, и с шлемом я доволен. Ну и стоит учесть, что VR это та штука, где тебе нужно много времени и сил. А со временем и силами в этом году у меня было скудненько, так как было много работы. Но в то же время тех игр, что были здесь, мне хватало с головой. Несмотря на это, я считаю, что шлем все равно более чем актуален, как минимум за счет его OLED-дисплея и прямого потока с 10-битным сигналом и без задержек. Что для меня, в принципе, более приоритетно, чем те же Pancake линзы. Начнем, пожалуй, с главного, с адаптера. Просто черная коробочка, на которой есть дисплейпорт и разъем питания, кабель Type-A для подключения к ПК, а также Type-C разъем, куда подключается шлем. В наборе идет блок питания, но дисплейпорт-кабель вам нужно добыть свой, желаемой длины, и советую версии 1.4. К тому же для использования беспроводных контроллеров вам нужен Bluetooth в вашем компьютере. В моем случае, в моей материнке Z790 ProArt стоит Bluetooth 5.3, и с ним работают геймпады отлично, не теряют связь, ни тупят, никак не улетают. Но для этого вы должны убедиться, что в вашу материнку подключена антенка, если она шла с ней в наборе. Многие сейчас скажут, что у Sony какая-то контора таких-то людей и прочее, кабель не положили, Bluetooth не строили штуку. А я скажу так, если бы Sony положила вам этот кабель за доллары в комплект и еще вставила Bluetooth в эту штуку, то они бы взяли с вас не 15 долларов, которые вы потратили бы на все эти штуковины, желаемой длины и потребностей, а, наверное, еще баксов 30 поверхств в стоимости этой штуковины. Поэтому это даже и к лучшему. Если же у вас нет такой возможности, советую прикупить вот такую штуку, если у вас много денег и вы хотите лучший экспириенс, либо прикупить флешку USB, но тогда будут, возможно, проблемы. Чтобы вы понимали, это не просто адаптер, это целая, по сути, карта видеозахвата. Если вы помните, у Oculus был такой Virtual Link адаптер, который сейчас стоит на eBay от 300 баксов. И что эта штука делает? Она преобразует в DisplayPort сигнал и выдает его по Type-C и передает при этом аудио, видео и, самое главное, питание в шлем. Поэтому это прикольно. Да и в панели управления NVIDIA шлем определяется как отдельный монитор и также как аудиостройство NVIDIA. В плане опыта и настройки прошло все так же гладко, как и на PlayStation 5. Скачиваем в Steam официальное приложение PlayStation VR 2, после чего дополнительно скачиваем Steam VR. Подрубаем шайтан, коробку, компу, шлем и прочее, проходим настройки и гайдик в приложении и все готово. Для подключения геймпадов к компьютеру вам на них нужно зажать пару кнопочек. Кнопочку Share и PlayStation одновременно 7 секунд, после чего начнет мерцать вот этот огонечек. И то же самое на этой стороне кнопочку Options и PlayStation. Задерживаем 7 секунд, мерцает огонечек, в поиске на Bluetooth нажимаем поиск и оно находится, подключаемся и все работает. И в следующие разы геймпады будут сразу автоматом подключаться, как только вы будете их включать. Ну что, вот все и настроено и каков опыт? И опыт отличный, он вообще бесшовный. Эта штука максимально быстро настроилась и максимально везде хорошо и плавно работает. Любые игры, которые я запускал, везде все тречится, шлем работает и все кнопки на геймпадах привязаны. Самое интересное, что даже работает вибрации прям во всех играх и даже в VR-чате. В плане трекинга во всех играх все отлично, не заметил никаких проблем. Конечно, иногда геймпады может переконаебивать, если вы куда-то руки вот так наверх за голову берете. Но в остальном же опыт отличный. Могу лишь сказать, что, конечно, трекинг чуть-чуточку получше на PlayStation 5, но думаю, со временем допилит. Да и к тому же стоит учесть, что данный шлем на ПК не поддерживает трекинг глаз и также вибрацию триггеров. Поэтому работает это только на PlayStation 5, но уверен, что мододелы со временем сделают, либо сами Sony же разблокируют. Что же мы теперь такого можем делать? Теперь как можем подключать эту штуку к компьютеру? К примеру, есть SteamVR, который по сути является интерфейсом для вашего шлема. И там вы сможете творить много разного. Нажав на геймпаде кнопку PlayStation, вы попадете в меню, где, к примеру, вы сможете спокойно использовать свой ПК и переключаться между его мониторами. Вы также можете менять их размеры и зафиксировать несколько штук в пространстве. Также имеется отдельная вкладка настроек шлема, которая имеет интерфейс как в PlayStation 5 и даже издают звуки те же. Тут можно настроить яркость дисплея, силу вибрации, оповещение и калибровать зону. Все эти два года, что у меня PlayStation VR 2, мне говорили, что там нет игр и прочее. Ну вот, теперь у нас есть SteamVR и посмотрим, что там есть. И честно, там вся та же мультиплатформа, что есть и PlayStation Store, да и к тому же, ну ладно, есть Half-Life Alyx, который поиграл час, ну круто сделанная игра, но не вызывает прям вау-эффекта. И VR Chat. В остальном, если у вас есть какие-нибудь другие игры порекомендовать, кроме кривых тиров под копирку и порноигр кривых, то пишите обязательно в комментариях, мне очень интересно. Привет, чумбы! Смотрите, я VR Chat, и вот такой у меня аватар. Смотрите, какая девочка-сосочка. Дэм! Можно даже Бубис трогать. Буб, буб. В общем, да, вот такая тема. Вот так работает трекинг, в принципе, довольно-таки хорошо. Сойдет. Думаю, с апдейтами еще получше сделают, потому что на плойочке он работает чуточку лучше, вот. Но тречится пальцы, тречится вот это все, что надо, поэтому прикольно. К счастью, в Steam есть и много других приложений для VR, там рисовалки, дизайнерские и прочее. В принципе, всякий софт, который вы не могли утворить на PlayStation 5. К тому же, на компьютере можно смотреть кинчики в VR, что через официальный софт Steam, что другие, где можно менять себе даже пространство этого, грубо говоря, кинотеатра. Поэтому прикольно. А с OLED-дисплеем смотреть кинчики в нем просто... Кайфец. В плане звука в этом шлеме, если вы используете его с компьютером, то у меня есть пару рекомендаций. К примеру, здесь уже стоят наушники, в которых есть микрофон и прочее, но они таки средненькие, вот, если честно. Но если вы вынете их, то можете по 3.5-джеку воткнуть свои наушники. В моем случае это Sony XBA N3. Вот, я их сюда вставляю, и они звучат потрясно просто. Просто, не знаю, там либо усилитель, либо через видеокарту идет такой хороший звук. Но на 20-30% их просто разносят. Они просто взорвутся уже. Эти уши, чтобы понимали, на старте стоили 350 баксов. Я взял их за десятку был. Вот. Но если вас интересует, какой звук вы должны использовать для микрофона, в моем случае это беспроводные подтички Holy Land Lark Max. Они подключаются по Type-C к компьютеру приемника. А потом вы просто магнититесь сюда, и вам ничего не мешает. И все вас отлично в играх слышат. К примеру, в VR-чате том же. Есть, конечно, другие аналоги дешевле, но хороший вариант. Не, сука! Чё, помнишь, маляешь, твать? Оу, е! Мм, да! Славенька, оу, е! Ммм! Да, детка! Ааа! Да, детка! Оу, е! Мм, да! Э, Только не говори, что ты теперь и перебихон озвучиваешь. Ааа, давай, детка. Да, детка. Да. Ау, е! Мм, да. Ладно, если на то и пошло, то теперь твой папа даст тебе отличные советы о том, как делать правильно куни. Для начала тебе нужно... Начинать медленно и... Какой кринж! Я тут подушку выбиваю от пыли. Всего-то, ну, понимаешь? А, ну ладно, но лучше бы то же самое делал с девушками. Ммм. Ах, кринжатина. Так, где ты, детка? Где ты? Я готов. Давай! Ах! Да. Да. Да, давай, продолжай. В целом, покупки адаптера я крайне доволен и не жалею. Как и не жалею о покупке PlayStation VR 2 на старте. В VR я не сижу целыми днями и играю не так сильно много в него, потому что нет банально времени и сил. А это тот гейминг, где тебе надо подготовиться, быть в силах и выделить себе спокойно часик так пять. У меня с этим последний год проблемсы. Если у вас уже есть шлем, то это must-have. В моем случае это вообще гибридная имба-комба, где я могу использовать его и там, и там, по сути, на двух платформах за одну цену. PlayStation VR 2 сейчас можно найти на виду, там, за 34 тысячи рублей, либо новый за 42 тысячи рублей, но это все не важно. Лично я не буду рекомендовать вам покупать весь этот сетап для компьютера, но и лично я не буду рекомендовать вам какой другой шлем, если у вас уже есть PlayStation 5 или будет. Потому что это классная комбо для двух платформ сразу, и честно, отсутствие просто какого-то яра и прочего вызывает у меня желание купить какой-то Oculus или еще что. В остальном же, если есть PlayStation 5, если есть тем более этот PlayStation VR 2 шлем, то этот адаптер must-have. А вот и все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Я сейчас уезжаю в отпуск где-то на месяц, поэтому ждите контент и опыт использования с Xperia 1 Mark VI. Обязательно подписывайтесь, ставьте лукасы, вступайте в Discord, где я общаюсь с вами в голосовом канале каждый день. А с вами был Клим, всем пока. О, ты говоришь, еее, офигенно. Что за кейские штучки происходят?